Заместителем главного редактора журнала Монокль Пётром Скоропогатом, он с нами на прямой связи. Здравствуйте. Для начала хотели бы выразить свои соболезнования в связи со случившимся. И попросить вас рассказать для начала, как же всё произошло и как ведётся на данный момент расследование, что известно. Да, присоединяюсь к соболезнованиям. Соответственно, информация продолжает поступать. Вот прямо сейчас, в эти минуты, всё очень динамично развивается. Хотя ещё вечером вчера казалось, что будет заминка здесь с расследованием, как минимум. Но, повторюсь, информация поступает, поэтому довольно сложно делать окончательные какие-то выводы. Но, тем не менее, то, что мы видим, в общем-то, довольно исчерпывающе нам объясняет ситуацию, по крайней мере, на данный момент. Хотя, понятно, вокруг этого ещё много будет споров. Уж слишком всё просто кажется. Действительно, группа лиц, уроженцев Таджикистана, по всей видимости, они задержаны. Все 11 человек были завербованы по телеграмму неизвестными заказчиками. Им всем были обещаны какие-то денежные вознаграждения. Причём речь идёт о довольно небольших суммах, там, 500 тысяч рублей, часть из которых уже была переведена на карту, часть обещана после совершения теракта. Соответственно, после того, как они сделали это своё чёрное дело, в общем, всё довольно быстро, примерно за 20-30 минут они уложились, быстро зашли, расстреляли беззащитных граждан, зашли в зал концертный. Его подожгли прям тут же моментально. Было понятно, что это и главная была задача оставить такое яркое пятно, задымление и под этим прикрытием быстро покинуть УИУТИ, отказаться от продолжения дальнейшего теракта, что, в общем-то, сразу навело на подозрение, что это не самый такой обычный теракт. Ну и после этого они ушли, теперь мы понимаем, что они двигались в направлении Брянской области, в Брянской области они были задержаны на направлении украинской границы. Как сообщают нам силовики, Федеральный служб безопасности сообщает, что они имели кураторов на Украине, для них были подготовлены связны, для них было подготовлено оружие. В общем-то, здесь, по всей видимости, уже на данный момент можно ставить точку в вопросе о том, кто именно был заказчиком. По крайней мере, силовые структуры Российской Федерации однозначно говорят о том, что заказчиком была Украина, но дальше будут какие-то подробности, которые мы будем узнавать уже сегодня, наверное, они уже будут понятны. Да, но вот как мы читаем в СМИ, пишут о различных версиях, в том числе якобы причастности к трагедии ИГИЛ. Что-то известно по этому поводу или все-таки эта версия отпадает полностью? Ну, эта история была с самого начала вскрыта, с самого начала было понятно, что это фейк, по крайней мере, вот то, что, так сказать, вывалилось в паблик, уже признали, что это фейк. Нет никаких других данных о том, что те или иные источники исламистов, либо, я не знаю, аль-Каиды, либо исламского государства, либо какие угодно другие исламские террористические группировки берут на себя ответственность. Ничего об этом не известно. Ну, и, в общем-то, вот эта вот волна, поднявшаяся, она, в общем-то, ну, наверное, вполне себе понятна, потому что такого масштаба терактов обычно ждут именно вот с этого направления, именно от таких вот исламистских группировок, но, тем не менее, еще раз подчеркну, что с самого начала этот теракт казался, у него были очень много странностей, скажем так, которые заставляли сомневаться в том, что мы имеем дело вот с такой традиционной группировкой, которая преследует задачи, не знаю, внушения такого панического стараха, но и доказательство, доказательство своей силы, доказательство, значит, единства с одноверцами или с соплеменниками и так далее. То есть, как правило, такие люди, в общем, практически всегда остаются до конца на таком, в кавычках, я не знаю, задании, если можно это назвать. Они либо себя взрывают, либо берут заложников, ну, то есть показывают, именно им важно показать свое политическое заявление. В данном случае мы скорее имеем дело с такой диверсионной операцией террористического характера, когда те, кто совершал это действие, держали в уме пути отхода, держали в уме то, что они могут отойти, скрыться, сбежать, ну и, соответственно, понятно, куда они могли направляться, с какой территории нет выдачи в Российскую Федерацию, а именно на Украину. А дальше вот степень того, кто конкретно с ними работал, какие именно структуры, ну, если будет доказано, что это Украина, какие именно украинские структуры с ними работали, это вот дело дальше, дальше уже каких-то следующих доказательств. Но, по крайней мере, вот то, что сейчас есть, это вполне себе убедительно, да, действительно, они двигались в сторону границы с Украиной, это, в общем, довольно серьезное убедительное доказательство. Все видео нам показали. Смотря на эти ужасающие кадры, мы видим, что к этому тщательно готовились, потому что выстрели производились только с одной целью, да, как бы довести дело, к сожалению, до конца, потому что кадры действительно очень страшные. Знаете, я, наверное, здесь немножко пойду в разрез тому, что говорят, потому что, честно говоря, мне не кажется, что речь идет о какой-то такой тщательно спланированной суперпрофессиональной операции. И мне не кажется, что это люди по видео, которые, по крайней мере, есть в сети, в открытом доступе, что это люди какие-то суперпрофессионалы по тому, как они, например, владеют оружием, или по тому, как они себя ведут на местности, прикрывают друг друга и так далее. Ну, я повторюсь, я не военный, но мне так не кажется. Я только могу такую вещь сказать, что, ну, и, по крайней мере, много коллег, которые военные, со мной согласны. Вот. Я только могу сказать, что, по всей видимости, ведь в данном случае речь идет о такой ковровой вербовке, когда это не специально организованная операция, которую могут разрабатывать много месяцев и так далее. По всей видимости, речь идет, ну, пусть меня простят, наверное, немножко о случайных людях, да, которым вот немножко поработали с них, с их мозгами, направили на операцию, а дальше, ну, вот как получится, да, получилось вот, к сожалению, по самому страшному сценарию. Но могло и не получиться. Заказчики далеко, им все равно, да. Ну, обезвредили бы еще одну террористическую группу. Мы в последнее время часто по новостям слышим, что, значит, сотрудники силовых структур обезвреживают довольно большое количество всевозможных террористических ячеек, как состоящих из нескольких человек, так и из двух, из одного человека. Ну, то есть, да, мы можем только представить, если там они не были обезврежены, с каким количеством терактов мы бы столкнулись. Я думаю, что в данном случае речь идет примерно об этом. Просто не удалось в данном случае прикрыть это направление. Это привело, наверное, по итогу, по количеству жертв. Это будет в числе трех-четырех самых крупных и самых страшных терактов в истории России. Да, действительно, вот говоря о странностях, вот в данном случае, именно с того, с чего мы начали нашу беседу, буквально за несколько дней, даже немножко ранее, посольства США и Великобритании в Москве призвали своих граждан, находящихся в России, избегать массовых мероприятий 8-9 марта из-за угрозы атак экстремистов. И такая рекомендация появилась на сайте дипломатических миссий. Вот все же интересен этот момент, что вы по этому поводу думаете. И вот смотря на некоторые статьи российских СМИ, спикеры даже усомнились в необходимости принимать всерьез сообщения об угрозе терактов. Да, собственно говоря, даже Владимир Владимирович Путин, выступая на коллегии ФСБ, спустя несколько дней после такого заявления посольства, американского посольства, заявил о том, что такими выступлениями, такими заявлениями нас, по сути, шантажируют, как он сказал. Ну, то есть не очень было понятно, считает ли он, что это, так сказать, зряшное такое предупреждение, такая опасность, либо он говорит, имел в виду, что мы готовы к отражению любой угрозы. Ну, вот как бы то ни было, то есть по верхах понимали, знали об этой угрозе. Сейчас будет очень много инсинуаций конкретно об этом. Здесь суть-то в чем, что все очень, по крайней мере, на Западе, все наши, так сказать, диаполитические оппоненты очень серьезно опасаются перемен на украинском фронте и той реакции, которая может быть последовать, если силовикам удастся доказать связь данного теракта с организаторами из Украины и каким образом повернется дальше военная операция там, в этой зоне, ну, довольно сложно себе представить, поскольку все там уже давно балансирует на, ну, если не на грани, то где-то очень рядом к прямому столкновению России с блоком НАТО, то, естественно, все опасаются, дуют на воду, пытаются, как можно, сгладить углы, отмазать украинцев, если уж действительно они в этом каким-то образом к этому причастны. Именно поэтому вот сейчас заявления американцев звучат так осторожно, что якобы мы вроде как предупреждали, но типа на всякий случай. Совершенно очевидно, они о чем-то знали, совершенно очевидно, они понимали, что что-то готовится. Другой вопрос, какого рода информацию, какая рода информация у них есть сейчас и какого рода информацию они сообщили или не сообщили российским спецслужбам. Вообще-то у спецслужб уже давно, с 2001 года, с терактов, с объявлением вот этой большой войны с терроризмом, есть такое негласное правило, какие бы ни были взаимоотношения между странами, спецслужбы друг с другом всегда делятся той информацией о террористах, о терроризме, которая появляется у тех или иных стран. И в данном случае, вот действительно, вряд ли нам об этом скажут, но действительно очень интересно понять, если американцы действительно знали какие-то подробности о готовящемся теракте, а они прямо указали в своем сообщении об угрозе, связанных с концертами, то есть, возможно, вот это была действительно такая серьезная информация, да, то интересно, поделились они или нет, и какие сейчас отношения будут между ведомствами, если все-таки американцы что-то знали, но ничего нам не сказали. Спасибо вам большое, Петр, что поделились информацией, еще раз примите наши соболезнования. Благодарю, с нами на связи был заместитель главного редактора журнала «Моноколь» Петр Скоробогатый.